Вот я проснулся, сейчас 6.53. Практически не вставал с кровати. Практически всегда начинаю. За очень короткое время дается очень большой объем информации. И вот эти слова, которые фиксируются где-то внутри, даже не надо учить, как воспоминания. Они все такие играющие, они все востребованы в ежедневной жизни. Вот. И когда смотришь или слушаешь людей, как там фильмы какие-то на португальском, они прям так цепляются. Ну, в виде повторения. Поэтому я иногда смотрю по утрам эту штуку. Сразу скажу, что я практически ничего не запоминаю. То есть просто включаю и в виде ощущений все это идет. Ну, иногда, может быть, в самых первых уроках я записываю рукой некоторые слова, фразы. Вот эти фразы, кстати, я тоже выписываю все, которые звучат в уроке. И вот прошу там свою знакомую бразильянку. Она мне их наговаривает. И я просто их, ну, сначала просто слушаю, потом их разъединяю на слова и впитываю. Впитываю. Но без фанатизма. Без фанатизма. Я подумал, что если я научился, начал говорить в два с половиной года вообще, в принципе, то то, что за два месяца происходит, это уже успех. Поэтому я понял, что просто сама моя механика изучения языков, она, ну, как психика, что ли, она вот такая. Почему? Потому что, ну, в принципе, русский язык, он не певучий. Он такой, ну, он мне не очень близок. И видите, как я на нем говорю, такой не очень богатой речью. Вот. Поэтому, в общем, нормальный процесс, когда этот процесс языка освоения затягивается на очень долго, что ли. Сейчас пока кипятится водичка. Сделаю зарядку. На самом деле я ничего такого особенного не делаю. Просто делаю это каждый день уже больше десяти лет. Отжимаюсь там от двадцати раз. И просто небольшие темы на растяжку. И все. Мне это позволяет быть, ну, вот в том виде, в котором вы видите меня. Ну, и желательно так постоять чуть-чуть. Я эту дорогу называю путешествие из левый мир в правый. По-моему, вот такой прям явный темы с третьего дома в четвертый я, конечно, еще не видел, не встречал. Вот там вот такие дюны. Сегодня вода с немножко количеством водорослей. Ну, потому что, видите, она такая зеленоватая. Поэтому Сегодня не такой фантастический бирюзовый цвет, как обычно бывает. Девушки отдыхают. Продолжение следует... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот когда путешествую и с каждой стороной все больше и больше общую картину мира начинаю видеть Я понимаю, почему теперь у меня отпадает вопрос по поводу того, что в Южной Америке так мало русских И почему вот даже не хочется вот это место рекламировать Да я уверен, что в Бразилии таких мест очень много Просто потому что почти все, кто смотрит сейчас это видео, они выходцы из Советского Союза, в том числе и я Но путешествие это в принципе была моя профессия, там с трех или четырех лет, когда я смотрел на карты и читал книги в более таком юном возрасте Я просто понимаю, что азиатские люди, то есть кто родился и вырос в Европе и в Азии, они настолько заморочены, особенно европейцы Я думаю, что для вас есть такие санатории, как Индия, но Индия на всех принимает Таиланд, Бали А вы совершенно не цените то, что вам сделал гарант, вы его поливаете Даже на референдум Нос от референдума даже нос воротили Посмеиваясь, мягко говоря, но они там все за нас, все сами решили А он же несколько раз сказал, что ребята, вы решите То, что эти поправки чисто по Конституции, они не требуют вашего участия Это и давно понятно было еноту Но то, что эти поправки нужны были в виде вашего голоса для того, чтобы человек получил мандат на дальнейшую То есть мандат это разрешение народа на то, чтобы олигарха выгнать Вы же все о них ноете, что у вас там жизнь плохая, что у вас там туда, что вам ложку в рот не кладут Но вот его предали, люди предали его А предали знаете в чем? Я вам сейчас расскажу Вот где, как не здесь еще, тем более у меня Атлантический океан дал на это разрешение А предали его знаете в чем? В том, что вот я ради интереса залез там в преддверии недавно, пару недель назад в интернет И посмотрел сайты вообще, где написано о поправках более-менее внятным языком Нашел всего лишь один ресурс, где написано черным шрифтом эти поправки То есть выделили, вообще нигде нету ничего Это я уже не говорю о том, чтобы это все перевести в нормальный человеческий язык Я уже не говорю о том, чтобы вам сесть, нарисовать Ну и кто же смотрит это видео в гражданах России? Есть же люди и программисты, есть люди у кого хорошее воображение Есть люди, кто умеет простым языком говорить То есть сесть там и все это образно начертить Для детей, кому 18 лет, для тем, кому 30 лет, для стариков и так далее Но вот в этом ваше все предательство заключалось Поэтому гарант он просто понял, что вы не готовы к этим изменениям То есть вам хочется вот запасаться туалетной бумагой И отравленную гречу покупать в магазинах То, что он вам открыл границу в Южной Америке на 3 месяца в каждую страну Уже, по-моему, лет 10 Ну и этим тоже русские люди не очень любят пользоваться Ну, судя вот за полтора года я встретил, по-моему, 6 или 7 русских людей И то люди, которые просто сюда приезжали наездами, приездами Поэтому у Ходорковского, у Навального, у Димы Потапенко И у многих из вас, у вас точно не тема улучшения России Это однозначно, то есть это я уже понял То есть об улучшении России вам плевать Тут что-то другое есть Каждому, безусловно, каждому человеку судья То есть человечество пока еще не готово, как сказал Виктор Франкл Что есть свобода от и свобода для Поэтому сейчас пока россияне находятся в свободе от От рабства Этот период надо пройти И, пожалуйста, больше старайтесь Все вопросы, которые, все ответы, которые я дал у себя на странице Они, в принципе, касаются за последние 23 года Они, в принципе, касаются и настоящего, и ближайшего, и дальнейшего будущего Поэтому там все написано Субтитры сделал DimaTorzok